И этот принцип, этот подход к жизни, этот подход к человеческим отношениям, он, как нам сказано в Евангелии, сокровища на небесе не дает. Почему? Потому что мы здесь преследуем определенную корысть. Я помогу ему, потому что он помогает мне. Долг, удержу, украсть. Все. Или я помогу ему сейчас, но потом от него получу помощь другую. То есть я это делаю не для того, чтобы воплотилась моя любовь к ближнему, а потому что у нас чисто такие, как бы не финансовые отношения, математические. Я ему помог, он мне. Трогал точно все. И это нам не дает никакого блага перед Богом. Потому что здесь определенная наша корысть. А вот когда мы помогаем бескорыстно, неважно, поможет он нам потом, не поможет, вернет деньги, которые занял или не вернет, когда мы помогаем бескорыстно, вот здесь-то воплощается самый главный принцип Божий, принцип любви. То есть мы помогаем человеку не потому, что он мне вернет, а потому что вот я его люблю, я его уважаю, ему надо помочь. Потому что у него трудная ситуация. Вернет, не вернет, другой разговор. Это уже истинный подход. Вот. Господь говорит нам, что толку, если вы любите тех, кто любит вас? Это легко. А вот попробуйте полюбить еще и враги. То есть любите тех, кто любит нас, но еще и врагов наших надо уметь любить. Вот это уже подход божественный. Подход бескорыстный. То есть человек воплощает полностью заповедь Божию. Любите друг друга. Если мы любим врагов своих, значит вот именно это происходит воплощение. Потому что Господь любил и тех, кто его распинал. Любил тех, кто всю жизнь его земную издевался над ним. Кто искал как бы его на чем подловить, на чем подхолоть. Потому что фарисеи постоянно так они изудили. Где бы, что бы, как бы, чего бы, на чем бы его подловить. Кто генарик принесут, кому мы должны его износить, Богу или кесарю, императору, кесарю. Или еще, почему там написано в законе так, ты делаешь его так. Почему в субботу исцеляешь и так далее. То есть у них, они были преисполнены ненавистью. Но Господь их любил, кротко и долготерпеливо им объяснял, отвечал на их подлые вопросы. Любить врагов – это высший подвиг человека. Не сдаваться врагам, но любить их – это разные вещи. Очень часто приходится слышать от мудростующих. Сейчас очень много мудростующих людей развелось. Каждый себя считает умным, каждый считает, что он лучше знает, чем написано в Евангелии. И вот подходят и говорят, как же так, чему это вас церковь учит? В чем тут истина? Когда сказано, если тебе дали по правой щеке, поставь левую. А как же вот война, значит, мы должны были сдаться? И так далее. Это те же самые вопросы, которые задавали евреи Христу. Кому вознести долг, подобавить? Богу или императору? Но какая связь? Богу наши деньги не нужны. Богу, нам сказано о самим Господом, самая высшая жертва от нас, Богу, это дух наш, сокрушенный, то есть наше сокрушение, наше раскаяние, наши греха. Вот что Богу нужно. Не деньги. Императору нужны деньги. Или президенту, неважно кому. Поэтому возносите тому, что ему требуется, а Богу, что от нас требует Господь. Покаяние в грехах, смирение, уничтожение своей гордыни, своего самолюбия, уничтожение своей ненависти к ближнему, вражды и прочих грехов и страстей. Так вот, те, которые говорят, как же так, подставь левую щеку, когда заступили по правой, да, именно мы должны. Если нас оскорбляют, значит, если задуматься, нас оскорбляют за дело. Потому что во всех у нас есть плохие качества. Если нас кто-то обижает, то в первую очередь за наши плохие качества. Потому что все придирки к нам основываются на наших недостатках. С той лишь разницей, что мы видим в себе вот столечко плохих качеств, а ближние наши не нас их вот столько. Мы в себе видим чуть-чуть, зато в других видим много очень. И когда мы в других видим много, мы их осуждаем, критикуем, ругаем, оскорбляем, обижаем. Это так и надо. Потому что она плохая, она грешится, а он вообще там заблудыгает. Так и надо. Но когда меня тронули, опять же, за мои визии собственные, которых не хватает, ох, мы обижаемся. Как же я такой хороший, я такая хорошая. И меня, за что, почему, какая она, она какая нехорошая, и он там непудевый. Я твой, я этот. Обычно как? Когда, что приходится слышать? Если нас обидели, мы что? Я ему то, я это, я это, я это. То есть мы себя хвалим, хвалим, хвалим. Это что, это грех гордыни, опять же, самолюбие. Так вот, Господь говорит, если нам с одной стороны ударили, мы должны поставить другой. Да, несликно должны. Должны, почему? Потому что любое оскорбление, любая обида нам нанесенная, нам никто не говорит, если я ударил ножом в живот, поставь пущую спину под нож. Нам это не сказано. Нам сказано, что мы должны беречь свое здоровье, свою жизнь. Но если нас оскорбляют, обижают, в этом есть, пусть малое, но обязательно есть доля справедливости. И поскольку в каждом из нас есть множество гордыни, в самолюбие, да, мы должны еще больше выспушить и принять это. Да, вот тогда мы будем любить людьми. И эти же самые мудрецы говорят нам, а как же вот, значит, там было немцам ждаться? Нет, немцам мы не должны будем ждаться. Потому что, если обижают меня, да, я должен терпеть. Если обижают моих ближних, то я, имея к ним любовь, должен их защищать, не жалея своей жизни. Вот в этом заключается смысл. Поэтому те вопросы, которые нам задают мудрецы, всевозможные, современные, а их много сейчас развелось, чуть ли не кажется, что это почти что мудрец. Любит казуистические вопросы ставить. Не так, так вот так. Надо сначала подумать, надо сначала внимательно прочитать Евангелие, изучить, а что говорит Господь, а то услышим мы одну фразу, и вот начинаем ходить тут, мудрость свою показывать. Опять, для чего мы спрашиваем? Для того, чтобы истину познать, а для того, чтобы свой ум показать. Вот, ты вот чему лучше, а я вот тебе докажу сейчас. И в итоге мы получаемся, надеясь на свою мудрость, получается посравленной мудростью Божией. Точно так же и в отношении любви. Да, мы должны любить тех, кто любит нас, но мы должны любить еще и тех, кто нас не любит. И знать должен еще тот, что меня не любит, не потому, что она плохая или он плохой, а потому, что у меня есть такие, такие, такие недостатки есть, которые во мне тот человек, или иной человек, не любит. Пусть по своей слабости, но именно мои недостатки не любят. Потому что каждый человек, каждый человек по модулю, по абсолютной величине хорош, ибо он есть образ, уподобие Божие. Господь плохого не творит. Господь зла не сотворил. Господь нас создал очень прекрасными, очень хорошими. И нас не за что ненавидеть. Но мы впускаем в себя грехи. Мы с ними не боремся, мы с ними не справляемся. Нам они нравятся. И вот это портит нас. Грехи вызывают, наши грехи вызывают у других отвращение, ненависть, нелюбовь и прочие отрицательные эмоции. Поэтому если человек меня не любит, значит у меня много грехов. Много плохих качеств. Значит я должен стараться, стремиться к тому, чтобы к вам не было меньше. А лучше бы вообще их не было. Потому что нелюбовь к каждому из нас это не плохое качество нелюбящего, а это мои плохие качества. Я должен исправляться. Понятно, что это трудно, тяжело, но я должен и обязан. И в то же время я обязан любить этого человека, потому что он своей нелюбовью, своим негативным отношением ко мне, он мне указывает, осуждает мои недостатки. Если я его буду любить, то я уже на пути исправления. Уже на пути исправления, потому что любовь, она покрывает все. И заметьте, абсолютно хороших людей, таких есть, мало, но есть, встречается, мало грехов, которым нет гордыни, перочек, нет самолюбия, за то вот, может и другие грехи есть, но он хороший, как человек. Их практически, нет людей, которые бы их ненавидели. Правильно? Ненавидели за что, перочек? За нашу гордыню, за самолюбие, за бесилы, за упрямство, за тщеславие, за свои боли, потому что мы доказываем свое, спорим постоянно, навязываем свои мысли, свои речи навязываем. За это нас не любят. Пусть даже какие-то другие грехи у нас имеются, но мы, имея к людям какое-то любовь, какое-то уважение, не наибраное, а настоящее, нас будут любить. Потому что у нас, людям тоже, потому что эти качества, это проявление нашей любви к людям. И вот об этом Господь и говорит, что мы должны любить враги наши. Очень трудно полюбить врагов. Мы очень много можем рассуждать о любви, вообще к человеческому, о любви к родине, о любви к Богу. Но полюбить, там, предположим, с микрофили, с ногу, очень трудно. Или соседку нашу. Очень тяжело. Почему? Потому что, ну что там, страна, в любви всех так, общим списком. Ни они, ни никто, ничего, ни я, ни ничего. Можно любить, запросто. Или Бога можно любить. Но нам сказано, кто говорит, что я люблю Бога, а ближнего своего ненавидит, что он есть лжец и обманщик. То есть, если мы думаем, что мы любим Бога, и кто-то есть, кого мы не любим, из людей, или ненавидим, то мы обманываем и других, и в первую очередь, сами себя. Почему? Потому что каждый человек есть творение Божие, есть образ и подобие Божие. Если мы не умеем любить образ и подобие здесь, на земле, которая вот здесь, рядом, значит, тем более мы не можем любить Бога. То есть, мы себя обманываем. И мы еще забываем, еще раз вернусь, забываем то, что каждый человек, будучи образом и подобие, впустил себя, да, впустил себя, много грехов, много плохих качеств. Но это не свойство образа Божия, это свойство дьявола, который мы по своему добровольному воле и заявлению приняли себя, впустили себя, нам это нравится. И в людях, обычно нас раздражает, нам не нравятся именно эти вот бессловские качества, то есть грехи, страсти, склонности к поройке и все прочее. А человек есть образ и подобие. Я много раз проводил пример, что мы ведь не осуждаем человека за то, что он болит гриппом, и не осуждаем инфекцию. И не связываем качество человека с гриппом, например, или там еще с чем-нибудь. Точно так же, не имея права осуждать человека, судить по человеку, по его грехам, потому что это тоже болезнь души. Правда, добровольно, мощно, но это болезнь. Это инородные тела в нашей душе, это раковая опухоль в нашей душе. А человеке должен судить именно о человеке, то есть о образе и подобии, о нем, о том хорошем, что в нем есть. Это человеческое. А все остальное плохое, это бесовское, это дьявольское, это инородное, и несвойственное человеческой природе. А у нас, кстати, заметьте, когда мы о ком-то говорим, о чем мы говорим? О плохих качествах. Начинается речь о ком-то. А, она такая, сенькая, у ней то, она то, он то, он это. Переберем все недостатки человеческие. И никогда у нас не важно, он хороший человек. Он и то хороший, и это хороший, в этом плане, там она хорошая. И жена хорошая, и мать хорошая, и человек неплохая. Мы это никогда не говорим, никогда это не услышим. А что мы услышим? А, вот это, вот это, вот это, вот это. Когда мы даем характеристику друг другу, мы что пишем? Плохие качества в себе. Я не тушил на бумаге, а вот так, на ком-то речь заходит. Плохие качества, перебираем все. А хорошего, как будто, не существует. Ведь у каждого человека очень много хорошего. И есть плохое тоже. И наша обязанность, наша задача уметь видеть хорошее в человеке, отделить его от плохого. Потому что плохое, это бесовское. Дьявол, это чужое. А хорошее, это человеческое. Это наше. И мы почему-то это не умеем, не хотим, не желаем. А почему? А потому, что, перебирая плохие качества в себе, мы как бы сами, извините, перебирая плохие качества в чужих, мы как бы сами себе замазываем глаза. А, вот он то, вот он то, вот он, а я хороший. Потому что меня душа моя обличает. Душа каждую из нас обличает. А наши грехи, у нас их полно. Грехов. Душа мучает от них. Наша. У каждого из нас. Обличает нас. Укоряет нас. Ну, каяться тяжело, бороться еще тяжелее. А вот, когда мы осуждаем других, мы сразу не увидим массу грехов. И вроде как самому легче стало. Я плохой, а он еще хуже. Как хорошо. Удобно. Очень удобно. Но это не выход. Потому что, мы смотрим не на отношения плохих и хороших качеств в человеке, это знает только Бог. А мы смотрим только плохие качества. И иногда очень часто ошибки, которые допущены человеком, поневеденнее, случайно, даже не по воле, мы уже оценим, как плохие его качества, как недостатки. А в себе наоборот. Мы умоляем плохое и возберечиваем хорошее. Ну, как хорошо. Я такой хороший. А вот они такие плохие, все нехорошие. Вместо того, чтобы прийти к покаянию, без того, чтобы вести борьбу с собой, мы занимаемся чем? Иначе самооправдание за счет других. Точно так же, как бывает в обществе. Кто-то, кто хочет себя возвысить, показать себя выше, лучше, он что делает? Ну, нечем показать себя. Нет ничего, никаких качеств таких же, возвысить. Он что делает? Он человек других унижает. Ищет тех, кто слабее него, начинает их унижать. Перед другими. И тогда он такой великий, вот он слабо унизил, он такой великий. Вот точно так же и с грехами, когда мы осуждаем, мы подавляемся к этому вот человеку. Или же есть такие лакеи по природе, люди, которые на работе там унижаются перед начальством, не то, что там подчиняются, как положено подчиняться, а вот именно унижаются, раболевскую. Раболевскую пересень. А потом приходят домой и над своими начинают делать то же, что одним делают. И их унижать так, как его унижают. Это что получается? Это он компенсирует. То есть, унижая более слабых, чем сам, ефрейторский синдром, унижая более слабых, чем сам, он таким образом такой я вот, видите? Точно так же, когда мы осуждаем свои грехи, мы сделаем то же самое, только на духовном уровне. Свои грехов полу, но какой я хороший, какой я чистый, какой я праведный, такой я святой. Вот и сказано нам, любите врагов ваших, потому что враги наши, это люди, которые тоже по человеческой слабости, по человеческой греховности, но которых не нравятся в нас плохие качества. И говорит нам Господь, если хотите, как хотите, чтобы относились к вам, так вы поступайте с другими. Поэтому если мы хотим, чтобы нас все любили, чтобы у нас не было врагов, в первую очередь, мы должны любить тоже. И именно закон люби врагов своих есть воплощение, первое законе, как хотите, чтобы поступали с вами, поступайте так и вы. И если мы,